Здравствуйте! Это новости Дагестана на телеканале ННТ в студии Махач Курбанов. И коротко о главном, что будет сегодня в нашем выпуске. На побережье Каспия все спокойно. Торжественно открыто новое модернизированное комплексное здание для поисково-спасательной службы Каспийска. Развитие религиозного туризма для двух республик способствует историческое наследие. Делегация из Узбекистана встретилась с муфтием Дагестана шейхом Ахмадом Афанди. 160 участников из Дагестана боролись за звание лучшего чтеца. Всероссийский конкурс «Живая классика» для победителей дает преимущество. А какие вы узнаете из сюжета наших коллег. Новое здание межрайонные поисково-спасательные службы открыли в Каспийске. Поисковая служба, созданная из городской спасательной станции, более 25 лет назад неоднократно принимала участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и спасения людей. Заместитель председателя правительства республики Рамазан Джафаров и глава МЧС открыли новое здание для спасателей. Подробнее в следующем материале. У спасательной службы Каспийска новая страница в истории. В торжественной обстановке для спасателя открыли модернизированное комплексное здание. Теперь сотрудники, которые по долгу службы принимают участие в поисково-спасательных работах, будут трудиться в комфортных условиях. Уже сегодня они готовы прийти на помощь тем, кто попал в беду. Гости мероприятия отмечали, что открытие этого объекта является важным событием для каспийчан. Уверенство с переходом в новое здание сотрудники поисково-спасательной службы значительно улучшают результативность своей работы, обеспечивают безопасность наших граждан и отдыхающих. Благодарю всех, кто причастен к этой работе, строителей, за качественную работу. Успехов всем, здоровья и благополучия. Спасатели Каспийска надежно обеспечивают безопасность жителей города, приезжих и отдыхающих на побережье Каспия. За последние три года они спасли от гибели 387 человек. Задача нашего всего личного состава – своевременная прибыль на черчайные ситуации, сократить время прибытия наших спасателей, спасение, предупреждение, помощь, спасение тех, кто в Каспийске нет. Мы заложили фундамент этого здания в августе месяце, 12 августа. Ну вот, видите, как сегодня же здание в эксплуатации. Для гостей была организована концертная программа. А после торжественной части для гостей провели небольшую экскурсию по зданию. Здесь есть все необходимое для работы подразделений. Осталось только привыкнуть к новой комфортной обстановке. Зумруд Гамидова, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Каспийск. Экс-министр спорта Дагестана Магомед Магомедов назначен исполняющим обязанности главы города Кизилюрт. Несколько дней назад чиновник был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Магомедов занимал свой пост с 2012 года, успев проработать при четырех главах республики. Коллективу Дагпидуниверситета представили нового руководителя. В Рио ректор стал Нариман Асваров. Ранее он являлся деканом исторического факультета вуза. Юрист, кандидат исторических наук, доцент, избирался депутатом Народного собрания республики, общественно-политический деятель. Представляя коллективу нового руководителя, вице-премьер республики Анатолий Карибов отметил его заслуги и то, что на этом посту коллеги и правительство возлагают на него большие надежды. Все усилия, свои контакты в Народном собрании правительства, мы готовы вместе работать над решением тех важных вопросов, которые стоят перед университетом, и которые временно исполняющий обязанности глава нашей республики Сергей Алимович Меликов поставил на недавно проведенном первом заседании нашего совета по образованию. Это не какая-то победа, а это просто один из таких государственных шагов по укреплению нашего университета. Я хочу от вашего имени поблагодарить нашего глава Сергея Алимовича за такое оказанное мне личное доверие. С 1 апреля в России вступает в силу целый ряд важных нововведений. В первую очередь увеличатся социальные пенсии и детские выплаты. Теперь ежемесячные пособия для малообеспеченных семей на детей от 3 до 7 лет могут вырасти и составить не только 50, но и даже 100% от прожиточного минимума. Что касается социальных пенсий, они будут проиндексированы на 3,4%. Средняя сумма выплаты увеличится до 10 183 рублей. Выход на удаленку для 65-летних работников станет необязательным. Это будет решать руководство. Кроме того, отменяют ковидные выплаты в 5 тысяч рублей на детей до 8 лет. Более 15 миллионов рублей социальным работникам. Такую сумму выделили работникам социальных учреждений Минтруда Дагестана. Их более 700 человек. Средства из федерального бюджета были направлены на поддержку тех специалистов, кто оставался в период карантина вместе с проживающими в домах-интернатах гражданами, инвалидами, а также с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Отметим, что врачи в соцучреждениях дополнительно получили по 40 тысяч рублей за каждую смену. Соцработники, педагоги и средний медперсонал дополнительно получили по 25 тысяч рублей за смену. 120 миллионов рублей выделит Минтрансреспублике на снижение пробок на дорогах. Внедрение интеллектуальных транспортных систем на махачкалинских улицах позволит водителям быть более информированными о ситуациях на дороге. В том числе о погодных условиях, заторах и ДТП. Система будет сама определять загруженность на перекрестках и переключать в соответствии с ней режим светофоров. Например, если одна полоса более загружена, то там зеленый свет будет гореть дольше, что позволит увеличить пропускную способность поперечного потока. В Махачкале проходит влажная уборка дорог и тротуаров. 9 единиц техники задействованы на бригадами МБУ Махачкала-1. Уборка осуществляется комплексно. Сначала специалисты вручную приводят в порядок территорию проезжей части. Следом идет поливомоечная машина. Затем техника подметает дорогу. Так очистили весь проспект имени имама Шамиля. Вымыта улица имени Расула Гамзатова. После санитарных мероприятий коммунальщики наносят новую дорожную разметку и приступают к очистке дорог в микрорайонах. Работа проводится в темное время суток, когда транспортный поток ослабевает. Делегация из республики Узбекистан встретилась с муфтием Дагестана шейхом Ахвана Мафанди. Гостей возглавлял советник председателя Госкомитета по развитию туризма Уткир Саидов. Цель визита в наш регион – сотрудничество в развитии религиозного туризма двух республик. Я ждал этого дня. В прошлый раз, когда была у нас встреча, тоже мы говорили. Это очень приятно развивать туризм и всячески все, что от нас зависит, мы сделаем. Еще раз добро пожаловать. В ходе беседы стороны отметили, что налаживание туристических отношений позволит показать миру богатое историческое наследие Дагестана и Узбекистана. Более 160 участников с разных уголков Дагестана боролись за звание лучшего частица. И вот, наконец, его определили. На региональном этапе всероссийского конкурса «Живая классика» подвели итоги. Подробнее в сюжете моей коллеги Патимат Ханаповой. Донести смысл произведения, его эмоциональный посыл, заставить зрителей испытать разные чувства. Это то, что способен сделать хороший чтец. По таким критериям жюри и оценивали конкурсантов. Конкурс был очень интересным, было очень много работ, которые мне понравились, как выступали. Было страшно, но когда тебя слушают, когда ты выступаешь, на тебя смотрят, и некоторые люди восхищаются, было очень приятно смотреть. И выступать тоже было приятно. Конкурс «Живая классика» год от года приобретает все большую популярность и значимость. Получить путевку в Международный центр «Артек», выступить на Красной площади в Москве и даже поступить в театральный институт. Все эти преимущества имеют победители всероссийского конкурса. У наших ребят есть все шансы, говорят эксперты. На региональный этап было заявлено 167 участников. Это огромное количество. Я сравниваю с другими субъектами. Республика Дагестан занимает первое место. Победители регионального этапа конкурса уже определены. Им стали Ахмед Мансуров, Мурад Эмсиев и Вилая Трзаева. Ребята и будут представлять республику на всероссийском уровне. Дагестанские школьники в 2018 и 2019 годах уже становились лучшими чтецами страны. Ждем новых побед и на этот раз. Патимат Ханапова, Мурад Бекбарзов, Новости ННТ, Махачкала. О спорте. В Кунзахе завершился турнир по волейболу на призы Муфтеатра Дагестана. В чемпионате приняли участие 12 команд из Горного территориального округа республики. Соревнования продолжались два месяца. Спортивные коллективы составляли исключительно из религиозных деятелей. Это имамы, руководители отделов просвещения, сотрудники газеты «Ас-Салам» и другие. Религиозные деятели не только призывают СМИ бары в мечети, но и на деле показывают пример всем окружающим. Есть такие слова. Все, что не упражняется, то разрушается. Мотивация для молодежи вы сегодня даете, за что я хочу искренне благодарить вас всех. В результате главный трофей и сертификат на 60 тысяч рублей достался команде из Шамильского района. Серебро и бронза у волейболистов из Тляратинского и Ахвахского районов соответственно. Победителям и призерам вручили медали, грамоты и денежные призы. Волонтеры также организовали горячее питание для участников и гостей соревнований. Более тысячи человек подали заявки на участие во всероссийском забеге «Дагестан-Вайлдтрейл». Участниками кросса по пересеченной местности станут 1055 спортсменов из более 20 регионов страны. Среди них 40 атлетов из Дагестана. Забег пройдет 11 апреля. Его цель – повышение туристического интереса и внимания к республике. Спортсменам было предложено три дистанции – 117, 52 и 21 километр. Маршруты проложены по территориям Длакского, Гунипского, Левашинского, Гиргебельского и Унсукульского районов. Это было все, о чем мы хотели вам рассказать. Оставайтесь с ННТ. Смотрите нас также на сайте nnttv.ru. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова